Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать паучка, на который тоже с удовольствием ловится наша рыба. Крючок я взял вот такой фирмы, номер такой же. Можно использовать несколько и больше. В чем заключается особенность? У паука только лишь есть одни лапки и небольшое туловище. Для того, чтобы у нас наш крючок протыкал воду, поэтому нам необходимо вязать на крючках, которые имеют толстую проволоку. Исходя из этого, я и выбрал вот такой крючок. Подготовил цилиндр вот такой с пенки. Теперь нам необходимо закрепить цилиндр на крючке. Для этого я делаю вот так небольшой надрез. И учитывая то, что у нас желательно, чтобы наклон крючка был в эту сторону, я буду приматывать так, чтобы у меня он выглядел как эмеджер. Поэтому сейчас мы промазываем хорошо клеем. Желательно все хорошо промазывать клеем, так как тело у нас будет не совсем хорошо закреплено. То есть это слабое место. Устанавливаем наш цилиндрик. И сперва не очень сильно. Следим за тем, чтобы он у нас не прокручивался. Подхватываем нашу пенку. Теперь окончательно закрепим и еще раз промажем клеем. Для того, чтобы потом в дальнейшем изготовить лапки, я нашел вот такое куриное перышко, в котором должны быть достаточной длины у нас лапки, чтобы мы могли потом изготовить лапки у нашего паучка. Выбираем той длины, которая нам необходима. Так как в основном изготавливается парашют, так мы с вами и будем изготавливать нашего паучка. За исключением только лишь того, что мы будем с вами потом с помощью лака изготавливать лапки. Перо имеет свой естественный наклон, поэтому изгиб. Поэтому я, стараясь не нарушить его, креплю у основания нашего шарика. Приподнимаю вверх и еще раз его хорошо вот так подхвачу, чтобы оно у нас было направлено вверх. Если бородки мешают, можно вот так их слегка увлажнить. Желательно ничего пока торчащих бородок не отрезать, потому что мы будем с вами бороться за каждую бородку пера. Оставляем так. Теперь нам необходимо изготовить грудку. Значит, в идеале было бы изготовить, если бы мы использовали с вами даббинг из CDC или же даббинг из полипропилена. Но учитывая то, что синтетический даббинг, который имеется вот в таких наборах, сам по себе тоже уже является хорошим плавающим материалом. И достаточно будет нашего брюшка, которое мы будем изображать, достаточно будет плавучести. Берем теперь даббинг. Я подготовил вот такого близкое к перу павлина. Если у вас нет, можете использовать перо павлина. Нанесли немножко клей и формируем теперь грудку. Стараемся с помощью своего даббинга скрыть вот эти следы нашего наматывания. изготовили с вами грудку. И теперь нам необходимо с вами аккуратно с помощью перодержателя или же рукой, как вам будет удобно. Наклонить нашу ость так, чтобы мы могли все наши бородочки ровно вот так промотать вокруг тела. Подравниваем почти каждую бородку. Так, чтобы они у нас не подминались. Лучше потом лишнее подрезать. Дошли до крепления нашего пера. Нить я специально оставлял у шарика, чтобы можно было потом взять и на самом вот так нам шарике промотать перо не у загиба, не у колечка, а именно промотать здесь. Теперь нам необходимо повернуть в удобное положение, нанести капельку клея на нить и здесь аккуратно выполнить уже завершающий узел. так как я нить промазал клеем, я завершающий узел не делаю, а аккуратно отрезаю ее. отрезаем остатки пера, которая у нас осталась. И теперь нам остается с вами взять аккуратно, разбить на равных восемь частей наше перо. У нашего паучка восемь лапок. поделили с вами на равные части наши перышки. Остатки можно, если их у вас, допустим, будут или перья лишние, подрезать. И теперь необходимо взять наш вот такой, как я уже показывал ни в одном фильме, лак-клей и окончательно изготовить наши лапки с помощью рук, пинцета и лака. Лак наш немножко подсох. Придали форму нашим коленкам. Я слегка подкрасил перманентным фломастером вот такого цвета. и у нас с вами вышел вот такой заманчивый паучок. Лапки здесь достаточно подвижные, хорошо себя ведут после и десяти поклевок. Единственное только лишь вопрос в том, чтобы стараться забросы выполнять так, чтобы сразу ложилось крючком. При забросе немножко подтормаживать нашу приманку. Или шлепать шнуром. Вот и все друзья мои. Вот такая необычная приманка готова. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. субтитры 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 субтитры